Компания Манимен, меня зовут Василий Александрович, Наталья Сергеевна. Угу, слушаю вас. Скажите, а Наталья Сергеевна знаете вообще? Конечно, почему вы спрашиваете? Вы кто такой? Вас плохо слышно. А что такое? Наталья Сергеевна вообще знаете? Скажите. Я же сказал, знаю. У нас есть выгодное предложение для Натальи Сергеевна. Не могли бы уделить две минуты времени и записать номер телефона и передать ей? А что, у нас с вами какие-то вариации, взаимоотношения обсуждало? Какое-то у вас предложение? Вы что, навязываетесь? По поводу чего у вас предложение выгодное? Микрофинансовую компанию. Есть для Натальи Сергеевны выгодное предложение. Угу, не, вы что. Она здравомыслящая дама, она вот этой пургой не пользуется. В общем, я вас спрашиваю, передадить или нет? Кого? Какое еще предложение? Давайте расскажите мне, что за предложение, а я уже решу, передавать или нет. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Слушаю вас внимательно. Зона поступает вам из Телембанка, Богдана Либофикторовна. Андрей Сергеевич? Конечно. Да, Либофикторовна, слушаю вас. Что у вас случилось? Я звонила по поводу вашей задолженности. Как эти наличные оплаты производили? А вы не видите разве? Мы не видим. Вас спрашивают. Интересные дела. Производил. Когда вы оплатили? Наверное, дней 10 назад. А что? Какую сумму вы вносите? Сейчас не помню, не только вам плачу. А что такое? Там не поступали в денежные кресты. 50 тысяч. Вспомнил, да. 55 тысяч у меня было. Да, я внес. А через какую продажную систему? Через Сбербанк онлайн. 55 тысяч. Внесли 10 дней назад. Да. Что, не видите? Вам вернули в денежные кресты? Нет. А зачем? Почему они должны вернуться? Я же вам их заплатил. А что? А что, у вас нету? Внесли не происходит в день в день. Вы пытаетесь ввести заблуждение банка сейчас? Правильно? Да. Ну, нормально. Не баран чихнул. 55 дубов, блядь, вывалил куда-то. А сейчас вы говорите, что ничего нет у вас, да? Вот это номер, блядь. Да. А мне звонила вчера мадам, говорила, что все на месте. Не вчера, точнее, а буквально в один день позвонили, сказали, все на месте. Спасибо, сказали мне. Как это может быть? Кто бы мог такое сказать? Действительно. Вопрос так вам, скорее всего. Наш тату не сказал? Когда вы позвонили? Сразу, буквально, там, наверное, минут через... Ну, и не минут, наверное, часов через... Ну, в течение дня позвонили. Вот я с утра заплатил, к обеду уже позвонили. Я сидел, гречку кушал с курочкой. Они мне звонят, здрасте, спасибо. А кто позвонил? Какой? Тетя какая-то. Какой специалист? Тетя какая-то. Какой специалист он позвонил? Что значит? Откуда я знаю, какой она специалист? Она не говорила. Они все в один голос кричат, что специалисты. Я спросишь, какая специализация, они не отвечают. Нашего банка я вас не услышала. Вашего, вашего, нашего. Нашего банка вы нас связали 10 дней назад информацию... Сразу же, в этот же день, 55 штук говорят. Молодец, спасибо. Что, нету, что ли? Такого не бывает. Пожалуйста, я посмотрю... Ну, отсчитайте 10 дней. Вот сегодня 22-ое, да? 12-го, посчитайте, получится 10 дней. Отнимите. 12-го. Выходит, что так, да. Вами связывались 11-го сентября в последний раз с нашим банком. Зачем вы вводите в заблуждение? Вот так вам верить. Какой целью? Вот так вам верить. 55 дубов вывалил кровных своих и нет их. Да, получается. Так я и знал. Я так и знал, что разводила вам. Ну так, что больше? Больше у меня не было. Все сожрали штрафы, насколько я понимаю, да? Андрей Сергеевич, у вас задолженность 428-3200... А, все, короче, как там у вас? Любовь Викторовна. Понимаете, мне вообще похер. Я, на самом деле, завтра буквально... Не, не завтра, сейчас... 24-го числа сожжусь на самолеты в Лос-Анджелес улетаю. И Хайм, ваш этот Ситилимбанк, каким-нибудь образом существует без меня. Что 24-го числа еще раз? В Лос-Анджелес улетаю на ПМЖ. А, вы не ставите. Угу. Какую оплату произведете на Санкт-Петербурге? Ну, еще чего, хватит. Вот, 55 тысяч делите там между собой. А вы отказываетесь от оплаты? Мы не видим денежные средства. Ну, шаралуп... Коль у вас в Шаралупе, что же поделаешь. Присмотритесь. Что в этом желательно у вас там такое? 400 с лишним дубов. Я ведь себе квартиру сниму на полгода вперед за эти бабки. В дальнейшем банк может выставить вам всю оставшуюся сумму. Да, причем службы безопасности банка. Угу. 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 Лос-Анджелесских. Угу. 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 Вы отказываетесь от оплаты в добровольном порядке? Не, не отказываюсь, просто у вас ничего не получится со мной. Я бы и заплатил, так вы ничего, кроме звонков, ничего не делаете. А какая разница, добровольная, недобровольная, как вы там это называете? Это вот ваши придумки, вот эти вот вы присваиваете какие-то характеристики. Человек просто берет и не оплачивает. Добровольно он это делает, недобровольно. Вы пусть вести монолог или пусть вести диалог. Надо твой, надо тебя слушать, да. Ты такая важная, Любовь Викторовна. Я вам озвучу ваши последствия, Андрей Сергеевич. Ну, ну, еще раз, я что-то тут говорил, не услышал про последствия. Пристав в Санта-Монике, это я услышал. Это возможно, выставление всей суммы в дальнейшем обращении. Слушай, ну ты вот серьезно веришь во всю эту трепню, которую вот сейчас тут декламируешь, да? Тебе человек говорит, что он в Лос-Анджелес выезжает и говорит это совершенно осознанно. Ну, блядь, ну ты сама себе отчет даешь, что со мной сделают, если я вот завтра, ну да, 12 часов буду над океаном лететь. Послезавтра я буду в Лос-Анджелесе. Что, блядь, вы сделаете со мной? Да даже ладно, хорошо, я никуда не лечу. Вы изначально брали денежные средства, знали, что не будете? И вот это, и вот, и вот это вот ваша пугалка, блядь, ее уже, вы там между собой поделитесь, Сетилем, Альфа-Банк, СМФОшки. Вот смотри, волшебное, да, вот смотри, сейчас волшебство, да, я брал намеренно, чтобы не отдавать. Я действительно хочу, чтобы в отношении меня 159.1 реализовали вы. Вот смотри, до такой степени ваша вот эта вот дичь, она, чтобы не отдавать, ты же спросила, или ты спрашиваешь, и тут же забываешь, ваш скрипт взломан, и все, и ты мне, так я же тебе сказал, я просто взял, чтобы вас кинуть чертей, и все. Не отдавать, бандит я, мошенник, да, 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 прикинь, вот знаешь, о чем я сожалею всегда, сильно сожалею, вот что вы, звонари, не понимаете. Вы действительно уходите со связью, с мыслью, ну все, капец, пускай сушат сухари. А на самом деле ничего не происходит под запись разговора, не под запись, хоть вы там ее цитируете, хоть что делаете, хоть сценографируете, это никаким образом невозможно применить, потому что вы сами нарушаете закон, осуществляя коммуникации. Какой? Какой, да, 230-й, 152-й, с какого телефона ты звонишь? Так, 230-й, так он позволяет нам взаимодействовать с вами. С каких телефонов вы должны осуществлять коммуникации? С каких, с каких мы должны звонить? С каких, с каких? С телефонов, которые вам предоставлены оператором связи. Абонентские номера. Абонентские номера, ты в курсе, что ты сейчас набираешь? Да, они предоставлены, мы звоним вам. А 499, с каких это пор стал префикс принадлежать? Как используют Абонентские номера, выделены на основании заключенного между корректором и оператором связи договора. С каким оператором связи, с каким оператором связи, с каким, мне нравится, как они, им указываешь на закон, что они его нарушают, они берут его, зачитывают вновь. И говорят, мы его не нарушаем. У тебя префикс, ты знаешь, звонишь, я вижу цифры 499. Какого оператора 499 префикс? Это IP-телефония. Вы хотите перевести тему разговора? Нет, я не хочу ее перевести. Я четко сказал, что вы нарушаете закон. Это вы, мадам, хотите изо всех сил. Зачем? Ты озвучила именно ту статью, которую вы нарушаете. Да, законодательство Российской Федерации. Какой оператор связи сейчас обслуживает вас и меня? Случайный набор цифр, похожий на номер телефона. Именно так работает самый дешевый тариф IP-телефония. Где вы проживаете сейчас на своем сотруднике для личной беседы? Сейчас в гостинице при аэропорту. Я тебе говорю, полоумно. Я же тебе сказал, через 2 дня в Лос-Анджелес улетаю. Адрес укажите. В Лос-Анджелесе? Не будете диктовать? В Лос-Анджелесе тебе адрес указать или адрес гостиницы? Нет, сейчас, где вы находитесь, сейчас. Сейчас? Диктуйте, направим вам сотрудникам. В Шереметьево. Гостиница в аэропорте. Направляй скорее. В Москве его находятся. В Москве, в Шереметьево, в Москве находится. Там есть гостиница. У меня через 14 часов вылет. Скорее сотрудников в Шереметьево. Прием в Шереметьево. Закрывают конкретно. Не успел покормить голубей. Стали колоть, где бабки вспомнили. Международный терминал. Прям сходу. Замечательно. Они же у вас там вообще... Их остановить. И вы будете время там находиться. Когда вы будете, правильно? Да. На 14... Не, ну где-то через 10 часов уже объявят регистрацию, а потом посадку. А дальше уже твои сотрудники должны ехать... Дополнительный телефон. Какой у вас для связи оставьте? Блядь, вы нормальный там? Или вот действительно ты вот сейчас вот жгешь до последнего? Ну, что надеешься? Тебе не стыдно, а, самой-то? Дополнительный телефон. Да я слышал, что ты это просишь. Но я тебе вопрос задаю другой. Тебе самой не стыдно. А ты не отвечаешь. Какой телефон человек в Америку улетает, блядь? У меня еще нет телефона. Я не мог здесь купить сим-карту в Америке. У нас слова, блядь, я еще завтра вы с вами скажете, где уточнили, где уточнили, где вы или нет. Да не имеешь права ты завтра звонить. Вы соблюдаете закон. Не имеете права вы завтра совершать звонок. Понимаешь? Только слышно вас. Вы не вас отвязываете. Конечно, оглохло. Скажите, рассказывайте, отдайте телефонного разговора. Я тебе уже сказал, я и брал, чтобы не отдавать. Я отказываюсь. Я весь букет собрал тебе для того, чтобы ты меня в турма посадила, блядь. Я говорю, я единственно жалею об одном, что вы действительно не знаете, что с людьми ничего ровным счетом не происходит. И эти ваши пугалки, вот как вылетели из вашего рта, так они и растворились. Ну, только ваши мозги их воспринимают и все. Ты думаешь, наверное, каждый вечер, ну, сегодня я поговорила со сотней человек, а 50 человек теперь в турма поедут, потому что они взяли, чтобы не отдавать. Какие они все дураки. Вас никто всерьез не воспринимает, звонари. Вообще, от вашей деятельности вообще ровным счетом ничего не зависит. Я вас услышала. Правильно сделала, еще бы поняла сходу. Я услышала вас. Не надо мне говорить очевидные вещи. Вот неочевидные вещи, поняла ли ты меня или нет. Все, Шереметьево прям пускай приезжает. Я информацию обязательно. Пиши, пиши, Малахольная, Шереметьево. Ну, ты правда, ну, ты же, блядь, нормальная жара. Ну, ты в какой-то степени была там в детский сад, ходила в школу, в социуме как-то там обитала. Ну, когда с тобой это случилось? Что за инъекцию тебе в пиздюкали, блядь? А почему вы не оплачиваете? Я и спрашиваю, какую тебе инъекцию под ухо засунули? Денежные средства. Да тебе какая разница, ты че так пылишь, а? Ты че так пылишь? Ты послушай, возьми на каналах. Да, представитель Ситилембанка. Да какая разница, представитель ты. Ты же сказал, что ты специалист. Ситилембанка. Соответственно, я выставляю. Ну, скажи мне, пожалуйста, Ситилембанк, где он деньги взял, чтобы мне их дать? Где он их заработал? Где он, откуда он? Как я и брал-то не деньги. А банк прокредитовал меня моими же деньгами. Это уже, знаешь, какая история длинная и сложная для меня? Уверен. А где по-твоему? Я же тебе задаю вопрос, где по-твоему банк взял деньги, чтобы их дать мне? А где он деньги взял? Это договор, кредитный договор только так озаглавлен. Наполнение этого договора простой банковский вексель, взаиморавленный, не обязан. Я выдал банку ценную бумагу, свою долговую расписку. Банк отдал мне банковские билеты. Безнали, либо внали, не имеет значения. Равноценный обмен произошел. Дебит-кредит нуль. Понимаешь ты меня? Где по-твоему банк бы взял деньги, если бы я к нему как... Андрей Георгий, вы знаете статью 310-го гражданского кодекса? Я знаю статью 310-го. И порядки каких-либо условий, которые вы заключили с банком. Так пускай банк в суде докажет, что он действительно дал мне кредит. А банк может, конечно, обратиться, если вы сейчас не будете решать вопрос. Конечно, я же сказал, там подсудность немножко нарушена. Прямо по месту жительства физического лица. Подсудность. В курсе, да, есть такой термин? Юридический. Прямо в Санта-Монику, в суд, в мировой. Есть там такой? Я информацию ставлю. Да ты же говорила. Да ты что ж забываешь? Мне не надо говорить по 100 раз. Нет, вот не о задолженности. Вы не хотите решать вопрос. Я не говорю то, что ты хочешь услышать. Я и тебе сразу сказал, не хочу с тобой ничего решать. А ты поняла? А ты поняла? Вот вопрос я задаю простой, элементарный. Я поняла, что ты ничего из них... Да, блядь, ты вообще ничего-то не поняла, выходит. От тебя ничего не зависит. Твой скрип взломан. И не только мной. Даже слышала ты уже этих сотрудников. Господи, хоть как они выглядят, эти сотрудники. Сетилембанка, вес, рост и все остальное. Где, что, покажи. Сама их видела, этих сотрудников? Представляете, вопрос, Андрей Сергеевич. Какой вопрос? У меня вопросы были. Я хоть одну вопросительную интонацию в плане кредита тебе озвучил? Соплакай вопрос. Нет у меня вопросов. Господи, малахольная. Чистоска в день и средства 428 тысячи, весь 15 рублей. Я же тебе сказал, я на полгода квартиру в Америке сниму за эти бабки. А ты предлагаешь просто так отдать, подать. Ну так, блядь, еще раз зачем повторяешь? И это ты тоже говорила мне. Пиздец какая-то, а. Повторение мать учения. В своем случае повторение. Это я не знаю, на что даже похоже. Алло. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Кредитная компания «Ассальянс». Делал взыскания. Могу услышать? Ой, Елену Ивановну. Кто вы, простите, имя, отчество не услышал аж? Нет, не, не, ваше имя, отчество я понимаю, может быть вам нравится женским именем представляться. Я ваше переспросил имя, отчество. До свидания. Чего такое? Не взыскалась, да? Хоть бы погрубил ради приличия что-нибудь такое. Добрый день. Бан Хомкредит. Меня спрятала Анастасия Константиновна. Могу ли услышать? Екатерина Сергеевна. Здрасте, Настя. Алло. Могу ли услышать? Екатерина Сергеевна. Бан Хомкредит. Вы уточняете просто? Я не знаю. Давайте проверим ваш слух. Повторяйте за мной, что услышите. 64. К сожалению, вас не услышно. Могу ли услышать? Екатерина Сергеевна. Другим ушком повернитесь. 38. Слышите? Скажите, пожалуйста, Екатерина Сергеевна, вы знаете? Дело дрянь. Констатируем, что даже если сильно захотите и не сможете ее услышать, вам нужно, скорее всего, к специалисту обратиться. Алло, вы пропадаете. Не пропадаю ее никуда. К сожалению, у вас сеть прерывается. Екатерина Сергеевна, но... Какая еще сеть? Куда она прерывается? Вы чего? Сеть прерывается. Подскажите, пожалуйста, Екатерина Сергеевна, вы не знаете, верно? Знаю. На наш номер я для связи направлю в СМС. Подскажите, пожалуйста, по какому номеру телефона можно будет связаться с Екатериной Сергеевной? По этому номеру можете связаться. По этому. Хорошо, информацию ставили. Извините тогда за беспокойством. Всего доброго. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Максим Юрьевич. Внимательно слушаю. Кто это? Меня зовут Хасанова Карина Алексеевна. Отдел изыскания банка Тинькофф. Ваша кредитная карта имеет в себе должность в размере 4600 рублей. Требовы у меня банка произвести оплату сегодня. Вы готовы мне ввести оплату в указанные сроки? Слушайте, Карина Алексеевна, я говорил вашим предшественникам, и не только, собственно, вчера, позавчера, я не могу разговаривать, когда я четко осознаю, что со мной человек разговаривает неосмысленно. То есть, что-то там читает. Поэтому я при условии, что вы будете просто зачитывать что-то с экрана, с вами диалог продолжать не намерен. Если вы мне пообещаете, что вы будете своей головой думать и формировать мысли самостоятельно, тогда пообщаемся. Это для них непосильная задача. Ну, типа нельзя, они скажут. Я скажу, что можно при желании. Все. Алло, здравствуйте. Я слушаю вас. Здравствуйте, здравствуйте. Это компания MoneyMan. Меня зовут Вадьбина Алина Сергеевна. Наталью Алексеевну... Алина Сергеевна, да? Вы пропадаете, вас не слышно. А как же вы хотите ее услышать, если вам ничего не слышно сразу? Вот теперь вас слышно. Так у вас что-то с перебоями вы слышите? Вам Наталья Алексеевна знакома? Конечно, знакома. Разрешите уточнить информацию, это займет не более двух минут. Хорошо? Разрешаю. Зоню по очень важному вопросу для Натальи Алексеевны. Могли бы вы записать и передать ей информацию, что ей необходимо с нами связаться в ближайшее время? Нет. Душенька моя. Алина Сергеевна. Алина Сергеевна, вы попросили у меня разрешение соизволения сообщить мне какую-то информацию. Ни в коем случае вы не просили у меня разрешение передать там что-то, что я передавал. Рассказывайте, что у вас за информация. А потом уже дальше пойдем. Я говорила, чтобы вам что-то рассказать. Вы сказали, разрешите, я вам передам кое-какую информацию. Я говорю, давайте, разрешаю. И вы начали меня просить о том, чтобы я передал ей, чтобы она перезвонила. Разве информация? Вы передадите информацию. Это просьба перезвонить. То ей нужно перезвонить. Это не информация, это просьба перезвонить. Информационного наполнения она не несет никакого. Вы передаете, чтобы она перезвонила нам по номеру. Так если вы там такие бестолковые смыслы, она будет на вас время тратить. Вы такую паузу многозначительную взяли. Сказали, что разрешите, я вам передам информацию. Потом пауза повторилась. Нет, вы сказали, разрешите, я вам информацию определенного рода предоставлю. Я говорю, разрешаю. Потом была пауза. Вы формировали, наверное, предложение у себя в голове. А потом пускай перезвонит. Ну, что за дела? Вы передадите информацию? Да вы бестолковый. Смысл ей что-то там вам перезванивать. Если вот вы так же будете с ней себя вести, ну, смысл ей временно вас тратить. То есть вы не будете передавать? Дополнительные номера для связи с Натальей Алексеевной у вас появились? Может быть, новые какие-то у нее номера? Да вы все равно появились, конечно. Вы все равно не сможете ими воспользоваться. Еще палец сломайте будете. Нажимать будете. Пальц сломайте себе. Еще что-то там. Всего доброго. Пока. Здравствуйте. Специально для вас подготовлена эксклюзивная карта 100 дней без процентов от Альфа-банка. С бесплатным годовым обслуживанием. Предложение ограничено, чтобы получить карту... Вот знаете, сейчас я скажу кое-что неожиданное. Вот слышали, да, этот автоинформатор? Никакой рекламы здесь. Никто мне ничего не платил. Я никому не продался. А я объективно говорю, что при определенной степени прилежности этим и другими банковскими продуктами можно совершенно успешно пользоваться. Выяснив, как рассчитывается этот бесплатный лимит. Как нужно пополнять? Это несложно. Это действительно удобно, когда вы на 100 дней можете брать беспроцентный займ. В очередной раз говорю, я не против банков и банковского бизнеса. Я даже не против кредитных продуктов. Я против того беспредела, который осуществляется при попытке вернуть граждан, забрать эти деньги. И граждане, конечно, тоже маху дают, когда набирают микрозаймов, когда набирают этих карт, когда лезут в эти кредиты для того, чтобы, так скажем, угомонить свою алчность. То есть элементарно ненужную, бессмысленную. Телефоны, я сейчас говорю, путешествия, кто-то в кредит путешествует. Кстати, я сам в свое время брал кредит на путешествия. Скажу вам больше. Я доплачивал кредитными деньгами за бизнес-класс. Но вот так не нужно было, да? Ну, потому что далеко было лететь. Но, когда речь идет о финансовой грамотности, о финансовой дисциплине, понимании, что и как у тебя происходит, откуда деньги приходят и в каких количествах, ты можешь этот момент контролировать совершенно объективно. Еще раз повторяю, и Альфа-банк, и любые другие предложения. Да та же, это совесть, халва это, господи, боже мой. А почему люди попадают? Да потому что не разбираются, берут не разобравшись и начинают вот это вот все. Поэтому, друзья, 10 раз подумайте, прежде чем воспользоваться данным конкретным продуктом, это в первую очередь, доказывая вам, что мне никто ни за что не платил. Но, если вы решение принимаете, изучите все до конца. И дай бог, чтобы у вас все получилось и вы все осознали. А вообще лучше живите посредством. С вами был Дмитрий Кузнецов, Центр юридической защиты компании «Аля». Я желаю вам счастья, здоровья, финансового благополучия вам и вашим близким. До свидания. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok